Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Хочу приготовить завтрак, ну, наверное, для аристократов. Ну, правда, из двух яиц ничего сложного нету, но попробуем. Будем готовить чуть-чуть необычным способом. Так, для начала нам нужно отделить желток от белка. Аккуратно, сейчас поиграемся. Так, так, отделяем. Чуть-чуть солью. Ну, все. Так, чуть-чуть что-то мне попало. Сейчас я тут уберу, а желточек вот так отдельно поставлю. Пока. Вот капелька что-то попало. Хотя яйцо мыло, как обычно, яйца мою, но бывает. Так, есть теперь желток, ой, белок сюда. Ну, и следующее яйцо точно так же. Так, два желтка пока нас подождут, а белки взбиваем. Буквально капельку соли чуть-чуть и включаю. Буквально две минуты, смотрите, все. Белки взбиты. Теперь я сейчас поделю на две порции. Вот так. Одна будет. И вторая. Сейчас ложку. Так, ложечку чуть смочила и делаю углубление для будущего желтка. Добавлю. Оказывается, я не все, не все выложила. Ну вот, теперь все. Теперь можно делать углубление. Пусть будут неровные края, это будет красиво смотреться. Вот так его немножко в сторону. Да, кстати, духовка 200 градусов уже включена, уже разогрета. Отправляю буквально на пять минут. Так, углубление для желточка. Отправляю в 200 градусов разогретую духовку. Пять минут прошло. Вот такие, смотрите, гнездышки. Все, теперь я сюда из скорлупы желточек, оп, и второй, оп, и снова в духовочку, ну, буквально на три минуты. Отправляю. Смотрите, какая замечательная яичница, правда же, румяная. Кстати, ее можно и поперчить, тут повсю по вкусу. Ну, у меня тут еще слойки есть, заодно вот свеженькие спекла и слоечки подам. Все, яичница за считанные минуты готова. Сейчас внучку подам, пусть завтракает, ну, прям как аристократ. Как считаете, пойдет на завтрак аристократа? Кстати, сюда, когда белок взбили, можно чуть-чуть зелени притрусить. Там салатик какой-то, лучок, тут все по вкусу. И в духовочку. Пробуйте, экспериментируйте и завтракайте, как настоящие аристократы. Ну, а ко мне, как обычно, приходите завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...